Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, сегодня к вашему вниманию ТОП СОЛО РИКОШЕТ, стадия 1.64 у нас, для вас комментировать будет Сотников Ваня, снимать всё это будет Немтрикс, Александр, а играть у нас будет Вова Сбор и Максе, Вова Сбор будет начинать за синих, а Максе за красных, карта у нас в зонах, выбиралась она нещерканием, такую карту сделали нам организаторы турнира на данной стадии, далее уже сетки будут сформированы иначе, и у нас будет уже скоро происходить самоуничтожение, думаю фаворит этого боя мне пока не ясен, всё-таки и тот и другой игрок достаточно опытный, должны показать хороший уровень игры, по крайней мере я на это надеюсь. И вот у нас уже происходят Долиты, скорее всего игроки у нас будут на Викинга играть, хотя может мы увидим и Хантер. Нет, убирают оба игрока сочетания Викинга и Рикошет, правда его сбор уже надамажил сам себя. Напоминаю я вам, что у нас игроки не имеют права одевать резисты от Рикошета. Сейчас идёт маленькая перестрелка, игроки иногда дамажат сами себя, вот Вова Сбор хорошо контролирует аптеку на центре, Максе пока непонятно чуть-чуть чем занимается. Отличные прострелы от Вова Сбора мы сейчас наблюдали от стеночек, использовал на Рикошет по назначению, Максе я демонстрирую то же самое. Правда пока особо игроки стараются отыгрывать именно от стеночек, не сближаться друг с другом. Напомню я вам, что у нас сегодня будет розыгрыши голдов, кристаллов и инвайтов, в принципе как всегда. За каждого 50-го игрока у нас будет 1 голд разыгран, и в конце если у вас будет больше 300, у нас будет разыгран 2 инвайта и 10 тысяч кристаллов. Вот сейчас Вова Сбор отлично переигрывает Максе, думаю будет его добивать, да таки происходит, и будет ставить свой первый флаг. Ну пока Вова Сбор чувствует себя уверенно на Рикошете, хотя мне казалось у Максе достаточно неплохие шансы тут что-то противопоставить данному игроку. Вот сейчас он замечает отличную мину, обижает её. Стоит ещё отметить, что на данной стадии игры у нас проходят на выбывание, то есть сетки лузеров у нас нет, она будет только с 1.32. Так что проигравший данного боя будет вылетать с турнира, и вот на ранней такой стадии у нас сошлись достаточно интересные игроки, опытные. Вова Сбор, к примеру, у нас играет в финале Турцово Классик категории Эконом. Так что будет, конечно, ему, наверное, обидно, если он вылетит в 1.64 из-за данного турнира. Ну пока у нас игроки демонстрируют интересный скилл попадания шариком и рикошетой по самому себе. Максей сейчас очень сильно старался этого добиться. Ну и я вообще-то думал, что на зоне мало прострелов от рикошета, но я вот сейчас вижу, что и от стенок можно отлично попадать, и от трубы вот сейчас Максей отлично играет. Правда, Вова Сбор почему-то отъехал от аптечки, в итоге Максей его добил. Не знаю, правильно ли это было решение, в итоге сейчас Вова Сбор проигрывает весь дроп на кате, ну или почти весь. Но ДДшку, правда, он умудряется забирать, и будет что-то пытаться сделать Максей. Максей, насколько я помню, не должна быть сейчас аптеки, его Вова Сбор должен уперегивать, но от ДДш его с успел, наверное. Правда, Вова Сбор все равно пока в предпочтительном положении. Чаще он попадает на Максей, насколько я вижу, и сливает того. И ставит тем самым второй флаг. Достаточно пока уверен, что Вова Сбор переигрывает Максей на данную минуту, по крайней мере, всего-то из полной минуты прошло с начала раунда. Не так сильно игроки у нас, либо Трикошет в той же категории, классик. Все-таки предпочитают они Смоки, Молотые. Вот мы уже увидели вулканы, хотя Рикошет достаточно скиллозависимая пушка. Я бы сравнил ее немножко и с рельсой, все-таки рельса там, всего-то надо попадать, а вот Рикошетам надо еще учесть угол. Отскакивание вот этого самого шарика от всяких стеночек, коробок. По крайней мере, раньше она была очень скиллозависима, да и по урону там явно было преимущественно тем же Громом. Правда, ее потом по ней ходит, после ребаланса она стала не такой жесткой, как это было раньше. Но потом очень много изменений происходило с данной пушкой, и уже сейчас она более конкурентно способна стала. И Максей тем временем уже ставит свой первый флаг, так что-то она становится 2-1. Максей сейчас вот откуда у него смело аптека, правда, в очередной раз у вас Борн отыгрывает от центра, а Максей очень забавную траекторию у вас за флаги демонстрирует, падает в яму, каким-то образом. Достаточно было забавно, просто не смел справиться с этой бровкой, и в итоге упал. Проиграв из-за этого почти весь дробь, правда, на своей половине он должен его забирать. Я думаю, сейчас надо включать ему ДТ-шку и ДТ-шку, все правильно, но у у вас Борн есть аптека за спиной. У Максей же этой аптеки уже не имеется. И я думаю, это будет доставка третьего флага, и они ничего не помещают у вас Борн это сделать. Но я и сейчас не предполагал, что у нас у вас Борн хороший литровод, все-таки я думаю, что он больше игрок на рельсе и на смоке. Но он демонстрирует относительно хорошую игру. Довольно часто у нас ребята попадают с шариками. Правда, вот Максей немножко иногда ошибается, тратит свой баллон в пустоту. Сейчас очень интересно прострелы, выдают у нас игроки, думаю, что наверное, что от скалы можно как-то отрикошетить, но это не так. И вот сейчас у вас Борн должна быть аптека, насколько я понимаю, иначе он так не боковал на Максе. Но пока Максей убегает от него, прячась за стеночками, за скалой, вот штердашка с ним спадает, у него будут некие проблемы. Если у вас Борн еще раза три попадет по нему, то он отправится на лес. Но пока игроки не слишком желают сливать друг друга, у вас Борн несколько раз промахнулся, вот. И Максей убивает сам себя от трикошетинга стены. Отличная игра. Ну правда, думаю, и шансов у него особых не было, там у вас Борн в любом случае попал бы в конце-то концов. Ну вот, отлично респит Максе, успеет он подобрать трапку у вас Бора, и уже будет пытаться сливать того. Три минуты у нас остается до окончания раунда. Максе надо привести к минимуму два флага, дабы не проиграть данный раунд. Ну и пока я не очень много мин вижу на Кате, вот в основном их ставят у вас Борн, Максей не прибегает. И в итоге у вас Борн первый раз теряет рог, прыгивает он на аптеку на центре карты. Будет, мне кажется, пытаться играть и в Дашке, которая выпадает. Но вряд ли он успеет это сделать, скорее его быстрее сольет Максе. Но есть у него Дашка на респах Максе, справа, которую он может, в принципе, подобрать, но опять же почему-то этого не делает. Ну, по итогу Максе должен переигрывать сейчас с его и сливать спокойно, правда, если догонит, конечно же. Отлично использует стенку и попадает по его сбору и будет ставить свой второй флаг. Плюс еще подбирает рог на Кате, и это значит, что у него еще будет расходка своя, когда спадет данная фулка. И по итогу пока Максе в более выгодном положении, правда, ему надо немножко все-таки подождать, пока у него откулдаунится аптека, дабы не слиться просто так. Да, она появляется, и отлично, Максе теперь целый, а Вова сбор немножко продамаженный, правда, еще имеется у него аптечка. Максе натыкается очень неудачно на минового сбора, который он ставит в очередной раз на той самой 100-метровке, я бы ее так назвал. Ну и Вова сбор сейчас гонится за Максе, но проигрывает, конечно, Максе по хп немножко. Да и аптечки у него не было, в итоге Максе немножко сейчас ошибается, все-таки Вова сбора у нас остается на два шарика, пишу, что Максе, что у того на хп. Чуть-чуть, конечно, Максе в данной ситуации не повезло, не хватило ему немножко баллона рикошета, но по итогу счета он становится 4-2 за минуту до конца раунда. И тяжело будет что-то противопоставить Максе Вова сбору, все-таки за минуту при достаточно равной игре тяжело ввести два флага, пусть это даже на кате зоны, тем более у Вова сбора сейчас у него с аптека, и тот будет, скорее всего, как-то убегать от Максе, правда, это тяжело будет сделать, все-таки у кого падает ДДшка, но отлично он, правда, засевил флаг. Максе считает, что это будут трудности, чтобы его вернуть, главное, что с ним упасть в яму, как это было уже с Максе. Да, выбирает на другую траекторию, испугался, что он, очевидно, распадет под мостик и как-то зафейдится в этом моменте. По итогу 30 секунд у нас до конца остается, 4-3 Вова сбор выигрывает раунд, и я думаю, вряд ли ты что-то ему помечтает довести раунд до конца. И пока Вова сбор перейдет к Максе, довольно-таки, в принципе, в равном борьбе, 4-3. Есть, конечно, шансы в Максе, но аптечки у этого не было, и 10 секунд до конца, я думаю, Вова сбор поставит и пятый флаг, но эта особая роль уже никак не влияет на ход боя. И ребята будут плавно переходить во второй раунд, где, я надеюсь, Максе уже покажет свою игру. Все-таки видно было, что Пай немножко не разыгран в начале этого раунда, все-таки знаю его как хорошего и кого-то, но немножко у него не получалась игра. Вот сейчас Максе контролирует дроп на кайте, забирает он дэшку, дэшку. Правда, не пишет он, во сколько они будут выпадать в тим-чате, быть может он просто знает это наизусть, или ему это не особо важно. Ну, Вова сбор, что тут пока тоже не особо стремится запоминать тайминги выпадения дропа, ну, может опытные, никакие уже им это и не нужно, в принципе. Запоминают они в голове, или считают, что это не особо важно, все-таки маленькая карта, ты видишь, где выпадают дропы, можешь хотя бы примерно посмотреть на часы и понять, во сколько он будет падать. Максе сейчас выходит, я думаю, в скором времени зайдет, хотя я не понимаю, зачем он выходил. Странно, интересно, что игроки у нас не бегают к диктаторам, видели мы диктатора в исполнении Крэйзи Плюпла в прошлом бою на карте Гардер, и в принципе он неплохо зашел, тут же почему-то игроки выбирают витник, наверное, все-таки. Из-за того, что нет только второго этажа, и в основном у нас игроки играют снизу. Хотя на Топсово Гром мы видели очень часто диктатор, и, быть может, просто игроки не очень любят этот корпус, и нравится им больше отыгрывать от литинга. Надоело им, наверное, медленно кататься. Напомню вам, что оба эти игроки принимают также участие в Топсово Гром, поэтому, может, уже хочется что-то побыстрее, сейчас они уже будут долититься. Я думаю, что Макси немножко рановато это сделал, ничего страшного. А я так понимаю, у меня появился мой нападник? Или нет? Ну, он как бы есть, но его как бы еще нет. А, ну, хорошо. Как прогрузиться на карте, присоединяйся. Обязательно. Вот, Макси у нас отыгрывает изначально ДДшки. Его сбора, я вижу, выбирая все-таки дроп ДА. Ммм, пока Макси все-таки больше попадает с шариками в начале боя, заставляя его сбора прожать аптеку урану. Но, хотя, если Макси не будет как-то его патсинговать, эта аптека так и уйдет никуда. Ну, вот у вас сбора спадает ДА, а у Макси она еще присутствует. Правда, у вас сбора можешь забрать ДА, который выпадает на ресепе Макси, и уже чувствует себя более комфортно. Ну, вот Макси зря сейчас не едет на у вас сбора, все-таки у того не было аптеки, а уже через секунду 10-15 она у него появится. Еще выпадает аптека на центре. Ну, и потерял Макси шанс, скорее всего, дожать его сбор, и уже у этого, возможно, есть аптека. На 0 хп буквально он стоит, и один шарик ему нужен, чтобы убить. ДА. Я видел, как его сбор заюзал аптеку, но она не успела у нас работать. Немножко, конечно, не повезло от данного игрока, и Макси будет ставить свой первый флаг. Ну, Макси, конечно, в любом случае сделал ошибку, допустил ошибку, конечно. Тоже он был дожимать как-то у вас сбора, пока у этого не было расходки аптеки, но повезло ему все-таки. Ну, и пока у вас сбор ученый раз у нас выбирает ДАшку, рано на ее юзер, по моему мнению. И в итоге у Макси ДАшка-то будет сползаться почти позднее немножко, а у вас сбора придется играть как-то без нее энное количество времени. Вот Макси хорошую мины ставит, а это у вас сбора мины в очередной раз. Пренебрегает данным припасом у нас Макси, почему-то не видела еще от него ни одной мины на данной карте. Ну, вот сползает ДАшка своего сбора, и Макси отлично попадает по нему и сливает. Ну, вот про что я и говорил, собственно говоря, у вас сбора она раньше спала, а у Макси еще был дроп, и по итогу Макси его переиграл. Сейчас посмотрим, какой дроп он включит, на этот раз он выключает ДДшку. Видимо, устал он умирать, и рановато, мне кажется, прожимает он аптеку, но будет все равно увозить флаг. Сейчас посмотрим, где зарезает Макси. Ну, неудачный респ, лезет его буквально в центре карты, и уже никак он не успеет на перехват. Счет будет у нас на станице 2-1. Ну, вот ДАшка выпадает на респах Макси, должен на него забирать, скорее всего. Да, таки происходит. Отличный прострел его выдает он по ВОЗбору, сливает его. А, ВОЗбор просто самоуничтожается, но бывает такое, конечно же. И ВОЗборская ДДшку все-таки он включает. Не уверен, что в данной ситуации это было правильное решение, и надо было как-то подождать, поставить за стенку. В любом случае, Макси доставлял флаг. Все-таки слишком большой урона, только что это, когда ты не имеешь резиста от него. Ну, вот очередной раз ВОЗбор просто умирает с респа, и Макси будет стремиться увозить свой четвертый флаг, если не будет врезаться, конечно, в колонны по пути, и всякие разные препятствия того же типа. Ну, вот Аптека хорошо падает на центре, ВОЗбор от него отыгрывает. Но Макси, мне кажется, должен подбирать ДД и как-то немножко подождать все-таки на одну не третий, не убивший ВОЗбору, который с Аптекой, да еще и на ДДшке. Ну, вот Дашка появляется, и как-то чувствует себя более комфортно, но, однако, все равно ВОЗбор отлично его сливает и будет доставлять свой второй флаг. Думаю, вот хороший респ, конечно, у Макси, но вряд ли он успеет тут что-то сделать, хотя, вот, почти, если бы ВОЗбор не использует Аптеку, он бы тут умирал. Но Макси пока, на самом деле, не попадает очень часто шариками. И, буквально, на ночь СП он увозит флаг, и сейчас ВОЗбору повезет с Виспом, но, нет, не везет ему сликаться с Виспом. Если бы его немножко левее отрезать, то он мог, конечно, сливать Макси и спокойно возвращать флаг. И, да, так, 4-2, конечно, у нас становится счет, но ВОЗбор в любом случае интригивает Макси. Правда, у него нет расходки, кроме ДДшки, а вот Макси сейчас будет респиться целый с Аптекой, и еще должен он интригиваться ДДшки, которые выпадают у него на Респа. Ну, вот я удивлен, что у Возбора не было аптеки, но, видимо, я где-то ее проглядел. Либо сейчас Макса уже встречать ВОЗбора, на его же Респафф, Макси у нас на ФУД, ВОЗбор всего лишь на ДДшечке. Но ВОЗбор хорошо сбивает прицел Макси, и по итогу... Ну, по итогу Макса, конечно, выигрывает данную ситуацию за счет своего ФУЛа, конечно же. Но, игрок Красный демонстрирует неплохое совладение рикошетом. Ну, сейчас пытался он как-то подставить Макса от стенки, но в итоге получает сам по себе урон. Созвал ему, конечно, что не было у него еще ДДшку включения. Так бы совсем все было печально. Ну, вот Макса надо как-то постараться забрать и ДДшку, и аптеку в центре, но в итоге ему приходится юзать свою. Ну, вот у Возбор распадает ДДшка, и Макса надо все-таки как-то посинковать его. Да, так и выходит. Забирает он еще аптеку, в итоге целый, будет доставлять свой пятый флаг. Ну, видим мы, что Макса как более собрался. У нас в данном раунде уже демонстрирует более уверенную игру. Хотя, конечно, шарик ему иногда не попадает. Но, как-то более уверен, он уже играет все-таки. Не то, что в первом раунде, по крайней мере. Ну, вот в очередной раз Макса нахудит. Ну, и дроп он контролит получше. Вот сейчас отлично оттагивает от стенки, сливает на его сборы. И будет ехать уже за своим шестым флагом. Правда, ДДшка у него спадает, это может быть проблемой. Если сейчас его сбор, конечно, правильно отыграет от своего дропа. Не уверен, что сейчас нужно было включать именно ДДшку. Мог он включить и ДАшку. В итоге, с респа у его сбора просто улетает обратно на свой же резк. И Макса будет ставить свой шестой уже флаг. Ну, вот сейчас ДАшку включает. Непонятно вот решение его сбора. Сначала то он включает ДАшку, то он включает ДДшку. В разных ситуациях, абсолютно. Когда Макса рядом и на фуле, он включает ДД. А когда Макса двойко, он включает ДА. Очень странные действия данного игрока. По крайней мере, в принципе, расход, что он демонстрирует не очень хороший стил. И пока Макса на ноль шп, почему-то его сбор не хочет его додавить, слить, убить, как-то что-то с ним сделать. Убегает он от того. И в итоге у самого заканчивается ДАшка. Отрубает он ДДшечку. Но Макса уже откуда у него вся аптека. В итоге он целый на фуле. И его возбор, я думаю, вряд ли сейчас уже куда-то поедет. Да и счет 6-2, откровенно говоря. Не сильно я верю в этого парня, что он сможет отыграться в данном раунде. Ну что ж, Ваня, присоединился я к бою. Наблюдаю сейчас уже за игроками. И может, ведешь меня пока в курс дела, пока идет у нас такая перестрелка в центре карты. Кто же все-таки выигрывает и что у нас вообще в целом происходит? Ну, после этого раунда, скорее всего, у нас будет ничья по раундам 1-1. А это у нас 1-64, это всего рикошета. Это я понимаю, раз на карте у нас рикошеты. Но все же, как обстоят дела у нас на самой карте? Есть какие-то прогнозы? Какие-нибудь доминирования, я не знаю. Кто-то кого-то уже унижает или что? Ну, в первом раунде унижал Вова Сбору. В втором раунде, я наблюдаю, унижает Максе. Так что у нас довольно равная игра. Я и правда не знаю, есть ли тут сильная или слабая сторона. Поэтому сложно говорить по этому поводу. Но пока вот Максе переигрывает в Сават Вова Сбору, во втором раунде выиграет уже 7-2. Да, заметил я это сейчас. Грамотно отыграли от ДДшки. Грамотно прожал аптеку Максе. И чем? Ему и помогло это доставить седьмой флаг. Даже если Максе сейчас будет просто стоять, Вова Сбору все равно не успеет доставить пять флагов для того, чтобы сравнять и вывести раунд на ничью. Поэтому Максе уже ничего и не делает, собственно говоря. Единственное, конечно, Максе почему-то пренебрегает расходником мина. Почему-то он не ставит их почти. Вот это все черные точки, это в принципе от Вова Сбора они остались. У меня пока не видно ни одной черной точки. Ну, просто, видимо, они у тебя не сохранились. Вот мина, как минимум, одна лежит от Вова Сбора справа, или это тоже у меня лаг какой-то? Нет, это я вижу. А, ну, слава богу, я думаю, у меня совсем глипки уже начались. Ну, танк, можно ждать, в принципе, все что угодно. И со счетом 7-3 заканчивается у нас какой? Второй раунд? Да, второй раунд. Второй раунд. Остается у нас два раунда, получается. И по раундам 1-1, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Отлично, все. Теперь я в курсе делаю. Ну, это еще стадия 1-6-4, так что это бой на вылет. Конечно, будет обидно на самом деле, если один из тысяч игроков вылетит из турнира на такой ранней стадии, правильно говоря. Ну, игроки достаточно знаменитые, достаточно сильные. Я даже не знаю, за кого отдать свой голос. Кого ты считаешь, вот из них лучше на рикошете? Кому бы ты отдал, так сказать, свой голос? Ну, до начала боя я думал, что лучше ликошет все-таки Максе. Как-то мне он больше казался ликолодом. А вот вовозбор я больше позиционировал на рельсе или на смоке. Ну, вот по ходу боя, вовозбор также показался с лучшей стороны. Правда, иногда игроки попадают сами по себе шариками. Ну, это ничего такого, я думаю. У всех такое бывает. А как ты думаешь, что здесь слабая и сильная сторона все-таки? Мне кажется, синяя она в плане воза слабая, значит, вот этого деревца в центре карты. Для меня, мне кажется, она все-таки слабее. Очень часто, конечно, когда я играю в дуэли или тандемы на зоне на первом серии, я попадаю в этот деревце. Да, да, именно в этом загвоздка этого деревца, чтобы в него все попадали. Я не знаю просто, как я в него попадаю, но как-то в него попадаю. Вроде она такая маленькая, но все равно как-то летит туда рельса. Ну, вот за счет трубы я бы все-таки выделил и красную сторону, в принципе. Она так неплохо закрывает игрока при увозе красного флага. Так что я считаю все-таки, да, что синяя сторона все-таки посильнее будет. Ну, вот сейчас заметил, да, почему-то первый шарик ликошета не дал урона по логосбору. Не знаю, с чем это было связано. Ну, это все танки. Рассуждать на эту тему можно бесконечно, а у нас начинается третий раунд по максе против логосбора. Да, сейчас опять не прилетел раунд по максе с первого шарика от логосбора. Может, это какой-то баг, который не хочет фиксить ореха? Ну, все говорят, что это баг, который не хотят фиксить. Что за чудеса? Может, это выгодно все-таки? Да, конечно. Оресик же на 100 получил с того, это зачем ему париться по поводу рикошета? Я думаю, где-нибудь... Ну, введение будет и пошаттать скоро. Ну, вот, смотри, выпадает у нас аптека на центре. Я думаю, максе должен ее забирать, если не затупит. Но, правда, в логосбор это не помешает достать свой первый флаг. Чем, собственно, и пользуется. Разводит максе на аптеку, доставляет первый флаг. Но все же максе сейчас будет на фуле, на половину хп, возить тот же самый флаг, который увез сейчас в логосбор. И что из этого получится? Я думаю, что он станет 1-1. Да, но у макси теперь нет аптеки. Вот в очередной раз в логосбор, почему-то врубает тдшку первым расходником. В итоге он остается на пол хп. Я действительно не понимаю, с чем это связано. Могим спокойно врубить и дашечку. Или вообще не врубать расходку. Просто подождать какого-то момента определенного. Миночка. Ну, вот, да, в логосбор в очередной раз максе на мину. На том же самом месте, там уже... У меня там такое черное пятно, как будто там мин 6 уже было поставлено от логосбора. И максе постоянно на них попадается. А вот сейчас логосбор отлично переиграл максе в микродуэли такой. И в итоге у максе будут сейчас проблемы, хотя у логосбор испадает дашечка. У максе вроде должна быть сейчас аптека. Нет. Зачем он тогда выезжал на логосбору? Ну, вот, не знаю. Демонстрирует у нас, конечно-таки. Маленькие косяки у нас идете. По крайней мере, под действием. Я не совсем понимаю, что... Смотри, логосбор опять поставил мину, и Максе сейчас на нее снова наткнулся. Ну, я и говорю, да, это такое место. Максе постоянно туда едет, постоянно там взрывается, и ему, в принципе... Он уже привык, мне кажется. Как только в логосбор поставил мину, я хотел спросить, через код Максе на ней взорвется, но пока ты договаривал, Максе уже на ней взорвался. Да, ты это... Мне кажется, Максе уже привык, думаешь, что там такая какая-то зона на зоне. Что там постоянно все взрываются. Вот очень здорово, что он туда едет, когда там нет мины на сфере. Я думаю, скоро она там появится. Он подождет, говорит Максе. Я думаю, он и удивился, почему он там не взорвался. Вроде должен был. Но сейчас логосбор мог спокойно, к слову, забирай ДАшку. Все равно он получил очень много урона от логосбор. Максе сейчас рискует, вылезая. Успел он забрать ДАшку, но не поможет ему это, если только... Успея на трескоте до того, как его у вас сбор возьмет аптеку. Есть все шансы сейчас у Макса вернуть, если он успеет. Не знаю, почему он не стрелял. Мог он спокойно добить его у сбора двумя шариками и не дать ему поставить третий фар. Ну вот его сбор, мне кажется, сделал ошибку, что не забрал аптеку на центре. Мог он это сделать, в принципе, некуда ему было спешить, мне так кажется. Ну а по итогу его Максе перегает и во второй раз у вас сбора. К тому же у того еще должна быть аптека и своя, кроме того, что она должна быть аптека. Да, да, должна, есть у него эта аптека, поэтому спокойно он едет на у сбора. На этот раз увидел Макса мини. Не, ну какие Макса мини-Максе пари-то вот... Во в том месте, там такой черный пятна, что их просто, наверное, уже не видно. Мог, кстати, зато кистолу будет перезайти в этот перерыве, дабы исчезнула эта черная пятна. Ну, не знаю, по-моему, не мешай. Может, такой едет с той целью, что сейчас взорвется на мини, и ее там не будет, и будет нечего опасаться. Ну, вот этим мне не нравится рикошет, на самом деле. Все-таки такие интересные шарики иногда с него вылетают от рикошета, может, от двух стенок. Вот сейчас у вас сбора пытается подстрелить Макса, и получается один раздать. И получается у него, да. Красиво, в общем, все-таки пушка это рикошет. Прикольно за ней наблюдать сверху. Если профессионалы, конечно, тут пушки встречаются, но это у вас была очень красивая, и некоторые подстрелы выдают. Интересно, насколько нужно задротить карты, чтобы знать, по какой траектории отскакивает шарик-рикошет на определенной карте, на определенной стеночке. Ну, мне кажется, долго. Мне кажется, еще даже больше, чем на рельсе. Ну, вообще, да. Если бы, конечно, был бы такой формат, и холли-рикошет какой-нибудь, я думаю, он бы пользовался популярностью в узких кругах. Но вот Максэй сейчас очень классно перейдет в этот сбор, я не знаю, почему у него не было аптеки, и кто-то выехал спокойно на Максэ. Я думаю, что у него не было аптеки, скорее всего, он понимал, что его сбор вообще сливает. И будет, мне кажется, доставлять свой четвертый факт, но вот... Снова он был сбор отдаёт аптеку на центре, правда, отлично, с вертухи попадает рикошет на Максэ, сквозь прострел. Не знаю, есть ли тут места, которые не простреливаются шариками рикошета? Ну, если только вот с другой стороны стенок, вот по центру, мне кажется, всё простреливается, да и... Можно от колонн прострелить, вот которые на мостах, скорее всего. Да и даже от того же дерева, мне кажется, какие-то шарики, да, полетят куда-то. Ну вот Максэ... Достаточно, я тебе скажу, открытая карта, и в то же время трудная она для рикошета зона. Ну, трудная, конечно, надо знать про стрелы, как и на любой другой. Ну вот у Максэ больше спадает, да, Максэ, надо ехать на него, я считаю, если он, конечно, будет попадать. Ну вот попадает на последним шариком, правда. Сейчас будет рез по Вова сбору, и вряд ли Максэ сможет доставить этот факт. И рез по ещё хорошей для него. Да, спокойно он сливает, конечно. Ну вот, прикатил Вова сбор ставить мины. Да и Максэ их не сильно жалует. Да Максэ, мне кажется, уже... Вова сбор, мне кажется, в наборах ждёт, когда Максэ заботит про эти мины, и будет их дальше ставить. Или всё-таки Вова сбора нету, так сказать, лишней расходки для того, чтобы поставить мины? Ну, мне кажется, за столько лет в киберспорте у него должна быть расходка. Нет, я не в этом плане, я в плане кулдауна, то что от мины, то что пропадает? Аптека, по-моему. Аптека, да. Вот поэтому Вова сбор и не ставит мины. Песочница, она сыграется как карту для раунда пинансий. Надеюсь, мы до неё не дойдём, и я победил... Ух ты, какой покрасливый, прострял от Максэ. И определим победителя уже до конца четырёх раундов. Да я бы посмотрел, на самом деле, на песочном всё, хотя... Вот Максэ сейчас почему-то не забрал. Он бы не успел забрать, потому что она ещё висела в воздухе. Самое забавное, что если Максэ успел прожать аптеку, но она не успела сработать, то очень обидный, наверное, момент для него был. Не знаем мы все, как Максэ горит в таких моментах, и ему хоть быть. Главное, сейчас ему окончательно не сгореть, в таких случаях. Полторы минуты есть у Максэ, дабы сравнять счёт в третьем раунде. Ну вот смотри, синяя база на... Ну, по крайней мере, в этом бою у нас доминирует, правильно? Да. Да. Посмотрим, что будет в четвёртом раунде. Если всё-таки Максэ перестанет гореть и соберётся на четвёртый раунде, то вполне возможно у нас будут пенальти. Ну, вернее, не вполне возможно, а точно будет. Ну, песочница всё-таки не такая крутая карта для рикошета. Там особо, я не знаю, где можно простреливать этими шариками. Отчего, интересно, можно ему там рикошетить? Я, честно, тоже не совсем знаю. Могли бы разработчики или администрация как-то выбрать другую карту для пенальти раунда. Та же зона подошла бы гораздо лучше. Да и тот же мостик, наверное, был бы интереснее. Хотя бы поиграли бы его кто-то. Да, мне кажется, даже тот же стадион был бы интереснее. Потому что карта открытая и вести нужно через центр. Ну, в стадион, конечно, на нас не сильно жалуют киберспасмены, хотя действительно какая-то прикольная. Пользовался она одно время популярностью, когда играли на ней на флажков, там, 100, по-моему, да? Да, помню эти бои на первом сервере. Но сейчас на первом уже таких боев нет, потому что нам только паркурик валерели, а вас карели. Ай, хури, жига-васпожига, которые кладят постоянно в чате, и не понимаю, зачем они это делают. Ну, у нас сейчас киберспорт и у нас соль рикошет. 2-1 по раундам у нас ведет Вова сбор, и сейчас у нас начнется четвертый раунд. Ну, я надеюсь, что Максе выиграет все-таки более за нашего оператора. Хочется, чтобы он победил. Хотя в то же время, конечно, хочется, чтобы он наконец-то плюгнулся и показывал нам свои великолепные трансляции. Ну, даже не знаю, что лучше, чтобы он транслировал для вас. Или был транслируемым для вас. Это, конечно, сложный выбор. Время сложных выборов, да, пришло. Интересно, очень Максе контролирует дроп-лятник. Не совсем понимаю, что это... Зато он понимает сам это главное. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Очень интересное обозначение. Давай попробуем расшифровать это как-нибудь. L-Post. Левая позиция. Левый поздний. Ну, L лево понятно. Почему поздний? Типа он позже всех падает, а время написать. Ну, а как он знает, насколько поздний? Может, он на бумажке там рядом с компьютером записывает? А представляешь, какая будет неожиданность, если дроп, который он написал поздний, а упадет раньше? Я думаю, у него совсем все поменяется в голове. Он скажет, нет, все, до свидания. И поэтому игроки у нас самоуничтожаются. 5 секунд и начало четвертого раунда. 3, 2, 1 и четвертый раунд. Что-то с таймером, да, спрашивает Максе. Я не знаю. Я честно скажу, я вроде читал, вроде все попадало. Поэтому начинается у нас четвертый раунд. Игроки уже выдали по друг другу немного урона. Оба на ддшках, оба пытаются прострелить друг друга. Хорошие шарики летят от Максе по его сбору. Разводят Максе уже по его сбору на аптеку. И остается один шарик, дабы его добить. Да, получается это у Максе. Я думаю, сейчас он поедет уже брать флажок, дабы выровнять счет по раунду. Да-да. Ну, я надеюсь, что Максе это удаст. Но пока он не успевает это сделать. Все-таки тут зона карты достаточно маленькая. Я испытываю диспет к своему флагу. Но вот сейчас Максе должен законтролить. Есть дроп на карте, практически, по крайней мере. Какой из них левый поздний? Левый. Это еще не выпал? Вот где его в сбор был? Ну, вообще, с левой сейчас одновременно 3 дропа. Я не знаю, какой в сбор бой Максе имел ввиду. Интересно, левый для кого? Сложный вопрос. Вот не тру, к примеру, он не забрал. Видимо, он думал, что не тру, а забрал под ней еще. Ты видишь это? Ты видишь эту минку от Максе? Да, первая минка появилась у нас на карте. Ты ее видишь? Ты точно ее видишь? Да, и она, причем, в том же месте, где я ставил ловый сбор. Видимо, это какое-то заколдованное мисечко на этой карте. Посмотрим, принесет ли плоды эта минка. Не зря же поставил Максе, лишил себя аптеки. И чуть не решается и одной смерти. Новый сбор ее объехал с лёгкой. Но вот у Максе сейчас большие проблемы. У него с кидашкой. И странно еще и застрял, к тому же в заборе. Но ничего. Теперь у нас счет разный. А поздний дроп-то у нас был, я не пойму. Слева. Такой именно слева. Максе теперь вообще смеется. Я не знаю, где что-то. У меня левая слева. Вопрос, где у Максе лево? Это сложный вопрос. Я бы не сразу на него ответил. Вот дроп-то, который он снял, когда с левого сбора, он был первый. То есть он никак не мог быть поздним, правильно? Ну, вообще, да. А хорошо, что тогда значило обозначение ОДНО? 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 Слушай, давай комментировать трансляцию, а не при шифровке Максе, неважно. Вот. Вот он, поздний дроп летит, и он все-таки уже падал. Он должен был упасть. У меня в этом валют очередной мины на том же самом месте. Он специально на нее ехал, я тебе отвечаю. Он знал про нее. Он захотел просто подорваться на этой мины, чтобы ее там не было. Ну и правильно. Сейчас он должен, надеюсь, забирать саптеку. Все, я понял, где у Максе лево. Это лево. Это слева. Отлично. Мы разобрались. Да. Ну смотри, со стороны базы, если его смотреть, то слева это дроп, который сейчас упал. То есть получается, поздний это он. Да, потому что тот дроп, который справа, где вово сбора, падает в метра. Все, отлично. Разобрались. Смотрим дальше. Вово сбора стоит на половину хп, у него еще есть аптека, чего, по-моему, нету Максе. Ну Максе, мне кажется, она должна быть. Все-таки уже много времени прошло, он юзил ее раньше. Для иноцентра, он ее подбирал, собственно. Почему, так сказать, сейчас он прижимает. Ну и все, не прижимает, значит, она прижимает. И добивает он вово сбора. Вово сбор вынужден прижиматься, дабы потянуть немножко времени, но не знаю, насколько все-таки это нужно делать, потому что в любом случае труп у тебя пока не исчезнет, ты все равно не появишься. Ну, вообще, да. Я не знаю, иногда просто ребята зачем-то толкают трупы, которые представлены к стене, хотя это не совсем логично. Все-таки он не исчезнет, кого бурский вытолкать долго или бурский вытолкать. Да, а что человек уедет пока твой труп еще тут и отрезкаешься, когда он доставит флаг. Или ты? Ну, я не знаю в чем. Ну, есть возможность какая-то прострелить, конечно, но она мизерная. Ну, не знаю. Я тоже, конечно, так делаю. Но я не понимаю, почему я это делаю, потому что так делаются все. Ну, правильно. Сейчас у Макса нети проблемы, у него нет дубежки, у Вова сбора она есть. Сразу. Ну, вот это была мина, если Вова сбор про нее не знал, но он откуда-то про нее знал, и поэтому доставляет третий флаг в четвертом раунде. Ну, если честно, там все равно Макса проиграл дуэль. Все-таки ХП у него было гораздо меньше, чем у Вас сбора. Ну, вот сейчас выпадает дробь, Вова сбор собирает коробки, а Макси очень надо собирает аптеку. Я пока имею надежду. Надо, Макси, кажется, было съездить и убить Вова сбора, пока у него нет аптечки. Ну, пока он ездит, у него появится и Дашка, и аптека, да? Да, есть у нас аптека, а он тоже дэшит. Тем более, Макси иногда не попадает, но он все-таки попал по своим шарикам. Все-таки я не знаю, зачем Макса... Ой, вернее, Вова сбор прожимал ДДшку. Наверное, все-таки грамотнее было бы прожать Дашку, нежели ДДшку, когда ты пытаешься отдергнуть флаг, чтобы не дать доставить. Ну, Вова сбор часто ошибается вот с выбором дропа. Иногда он прожимает ДДшку, иногда ДДшку, я не знаю, чем это обусловлено. Выбор дропа. Смотри, вот откуда он знает про эту мину, которую ставит Макси? Почему Макси не знает про эти мины, которые ставит Вова сбор? Ну, Макси дает шанс просто Вова сбора. Макси понимает, что он сильнее. Самоуверенность она такая. Конечно же. Ну, Вова Макси сейчас надо бежать все-таки от Вова сбора. Как бы он не был самоуверен, от того есть ДДшка. Правда, спадает ДА. И сейчас Макси будет ехать обратно, подрубая ДДшку и говоря, я сейчас тебя убью. Ну, Вова сбор ставит мину, посмотрим, попадется ли на нее Макси. Что-то мне подсказывает, что... Да. Ну, по итогу Макси уже с ДДшки и уже к нему надо как-то прятаться. Ну, Макси и так прятался в целом-то. И все, допрятался Макси, Вова сбора сейчас будет вести 4-3, поскольку у него есть нетра и Дашки. Я думаю, ничего не помешает ему доставить четвертый флаг. И что-то мне подсказывает, что Макси через некоторое время уже бомбанят. Ну, вообще, конечно, Макси большие проблемы, ему надо 2 флага. Как я понимаю, доставить, чтобы перевести игру на пенальте раунд. Но что-то пока не уверенно чувствует себя Макси, нежели во втором раунде. Не знаю, на что это и как-то влияет вообще на его игру. Бомбит он или не бомбит, знать только ему. Но сейчас он переигрывает Вова сбора и должен доставить четвертый флаг и сравнять счет. Да, делает он это. И должен как можно быстрее ехать за следующим, за следующим, дабы перевести игру в свое русло, так сказать, и выиграть раунд, дабы сыграть в манте. Но у него не было аптеки, поэтому ему не было смысле. На вот сбор, конечно, прям так в открытые имеются, да? У нас падает у него еще Dash. Надо ждать выпадения дропа последнего, как вот уже 8 минут на минуту должен падать. Буквально 10 секунд на ситуацию выпадения аптеки, скорее всего. Падает у нас динетри означает, что дроп-то у нас уже был. Не будет, по идее, больше дропа в этом раунде. Ну, и знаешь, что Максе все плохо. В итоге его убивают. Каким-то образом, я не увидел, что Максе начнет бомбить через некоторое время. Вечно бомбящий. О, да. Это я люблю. Ну, к слову, Максе может и вернуть флаг, если бы попадал бы. Нет, там аптека. А, ну, у Осбора была еще куда-то. Ну, что ж, 50 секунд, два флага, в принципе, реально, если бы Максе сейчас не отправили на респ. Да, и в итоге у Осбор выигрывает и проходит в 32-ю, а Максе вылетает с турнира и будет нас радовать трансляциями. Ну, в то же время мы и радуемся за Максе, в то же время мы и, так сказать, огорчены немножко. Ну, совсем чуть-чуть все-таки он остается играть в Токсово Тандр, в нижней сетке. Ну, вообще, похвально, то, что человек пошел на турнир и ну, и выходит. Ну, ладно. Что ж, одерживает у нас победу Вова Сбор со счетом 3-1 по раундам, да? 3-1, да. 3-1 по раундам и проходит в 1-32-ю. Максе, к сожалению, покидает у нас соло-рикошет. И что у нас дальше получается? У нас дальше, скорее всего, будет бой и спортсплеера против Зика, также на карте зоны и также в топ-соло-рикошете. Буквально через минут 10 мы к вам вернемся, а пока уходим на небольшую музыкальную паузу. Надежда. ПОЮТ